Следующее сообщение будет посвящено проблеме запора. Действительно, запоры существуют у детей как раннего возраста, так и более старшего. Вам известно классическое определение, что запор – это затрудненное, поэтому надо выспрашивать, есть ли натуживание. Замедленное по времени. В основном педиатры обращают внимание на редкость дефекации и чувство неполного опорожнения. Это тоже очень важно, но ребенок, естественно, в раннем возрасте об этом может не говорить. Мы видим, что из бристольской шкалы форм кала из шести только три можно отнести к запорам. Поэтому вот это мы называем фрагментированное, это склеенные варианты, но это большой диаметр калового цилиндра. Римские критерии, они на сегодняшний день вошли в нашу жизнь, хотя, конечно, из этих римских критериев мы видим, что запор может быть как проявление функциональных нарушений, да и как синдром, как вариант, компонент синдрома раздраженной кишки. Только синдром раздраженной кишки мы ставим на диагноз, начиная с 4-летнего возраста. Для СРК типично наличие запоров, которые чередуются с эпизодами поносов, и при этом может быть еще и абдоминальная боль. Вот если мы посмотрим на классическое определение в римских критериях, нам с вами, конечно, не очень нравится. Еще недавно, когда были римские критерии 3, было написано редкость эвакуации, реже, чем 2 раза в неделю. Ну это с ума сойти, да? То есть получается через 3 дня на 4 это считается нормой. Сегодня через 2 дня на 3 является нормой. Но мы понимаем, что это неправильно. Да, поэтому мы всегда отставим нашу идею, что ребенок, эта идея, она связана с жизнью. Поэтому как только, да допустим, что ребенок через 2 дня на 3 будет иметь стол, он все становится плотнее и плотнее, и вызывает осложнение. Поэтому вот этот вопрос дискутабельный, и не только я об этом говорю, и наши сотрудники. Мне очень понравилось, я выступала у Ивашкина, да, и выступил профессор из, гастроэнтеролог из Санкт-Петербурга, который тоже вот это высмеивал. Поэтому стул у ребенка первые месяцы жизни на грудном встаром, 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 столько, сколько ест обычно до 6 раз. Тогда, когда начинаются продукты, при корме начинает использовать ребенок, то 1-2 раза в сутки, дальше приблизительно 1,6 раза в сутки, 1-2 раза в среднем 1,6, после года 1-2, ну и начиная с 3 лет, 6 раз за 7 дней, потому что в какой-то день, но случайно может быть позже, чем обычно. Поэтому, уважаемые коллеги, конечно, мы всегда с вами, это перед нами дети, психоневрогенные факторы учитываем, да, последствия церебральной ишемии, минимальная мозговая дисфункция. Четко знаем, что тогда, когда внутричерепная гипертензия появляется, овечий стул, у детей более старшего возраста, конечно, имеют психоэмоциональные факторы, но психоэмоциональные факторы бывают и у детей при не очень ласковом общении матери с ребенком, потому что он отвечает тоже на это запору. Ну и, конечно, запоры сопровождают детей органиков и детей с поражением как центральной нервной системы, так и спинного мозга. Очень важно выяснить стресс. Стресс, причем этот стресс может быть многолетний. Вот буквально недавно пришла мама, папа, девочка, уже подросток, которую в январе месяце прошлого года побил мужчина. Ну, поскольку все было так напряженно, я не стала уточнять, насилована или насилована, потому что она и так в течение года, эта девочка живет под стрессом, она не может учиться, она не может нормально жить, родители над ней вот просто трясутся, да, поэтому скрыс неизгладимы. Я уже понимаю, что здесь без психолога регулярных занятий не обойдешься. Я и убеждала, деточка, ну надо жить другой жизнью, да, тебя помогают родители, они тебя в школу вводят. Да, ну поставь себе психологическую защиту, но окружи ты себя прозрачным стеклом, чтобы ты понимаешь, что ты и так под такой защитой родителей, что больше тебе ничего не угрожает. Поэтому без помощи психиатра, без помощи невролога, психолога, этой ситуации не разберешься, и у нее упорный запор. Развод родителей, расставание с близкими людьми, рождение другого ребенка, да, это просто ревность сжигает этого ребенка, гибель домашнего животного, переезд на новую квартиру, травмы. Недаром в нашей больнице после приезда леди Диана, первый психолог медицинский появился тогда в Тушинской больнице, как штатная единица. Он стал работать в отделении травматологии и в отделении нейрохирургии, где лежат дети с травмами. Ну и, конечно, насилие, особенно если насильник остается в семье. Поэтому мы всегда предлагаем, самая простейшая ситуация для того, чтобы выяснить, что в семье, это дать рисунок, нарисовать домашнее задание, чтобы он пришел. Мы оценим краски, насколько они яркие. Я помню, в одной семье нашего известного олигарха жила-была девочка, которая росла как принцесса, но папа с мамой, мама гуляла по всему миру, да, папа работал, и у нее был самый близкий человек, это няня. Родители увидели, что няня стала близким, они ее выкинули из дома, да, и девочка вообще впала в беспамятство. Потом они оба стояли на коленях, просили прощения у этой няньки, которая стала действительно, как Арина Родионовна, да, стала самым близким человеком. Так вот эта девочка рисовала, при том, что у нее были все краски со всего света, она рисовала только все черным, да. Поэтому вот это психологическое состояние, как он нарисовал, что он нарисовал. Вот нарисовать семью, да, самое лучшее папа-мама за руки, а если он одиноко наблюдает со стороны на идиллию, там, с младшим братиком, то сразу вы увидите, какие есть проблемы. Я помню, лечила одного ребенка с рождения, у которого папа и мама просто были, вот, ну, дрожали над ней. И вдруг они там лет 10 решили развестись. Так вот, два месяца у нее болел живот и болела голова. Тогда вот Ширина Владимировна работала в отделении, я попросила сделать, ну, потому что они вот родители достали. Ну, так болит голова, ну, наверное, там опухоль головного мозга. Ну, сделали ей МРТ, ничего не нашли. Потом подключился психолог. Папа-художник из Суриковского училища, девочка тоже одаренно рисует. Нарисовала она огромную кошку во весь стандартный лист. У кошки окровавлены зубы, торчат в зубах мышь, из которой капает на землю до крови. Вот она нарисовалась затравленным мышонком, который оба родителя вот таким образом затравили. Поэтому, естественно, у нее не только были боли в животе, но и запор. Да, и мы понимаем, что из этой ситуации не выберешься, пока вы не решите основные проблемы. Мы же с вами понимаем, что запор, как правило, полимультифакториальный, то есть целый ряд проблем. Конечно, они сваливаются, в одночасье возникает запор, но, как правило, он все реже, реже, реже становится, потом он как бы совсем редкий. Поэтому вот эти, понятно, что вот это то, что называют каляка-маляка, это же не просто он нарисовал, вначале трудился, потом он все зачеркал и еще порвал бумагу. Поэтому или начинают дети рисовать призраки, монстров, то есть плохо спят. Мы понимаем, что тоже у него есть проблемы, которые надо ликвидировать. Ну и на сильный высаженный горшок, да еще битье или ставят в угол, они ему один горшок купили, второй, на тебе красный, зеленый, на тебе с музыкой, на тебе еще с каким-то животным, а он все не понимает, чего от него хотят. То есть все дети разные. Поэтому мы всегда изучаем, нет ли эндокринологических причин, ну самое яркое проявление – это гепатероз, да, неврологические. Хочу еще раз напомнить про любимые целиакии, потому что 20% целиакии протекают не с поносами, а с запорами. Ну и, конечно, исключаем проявление пищевой аллергии, потому что помним с вами, да, ну мышечная гепатония, помним с вами, что на сегодняшний день пищевая аллергия, она является таким главнейшим фактором. Если мы вспоминаем, что в раннем детстве его лечили по поводу, простите, долбанной лактазы недостаточности или по поводу позорного диагноза дисбактериоз, да, при этом его высыпало бедного по всему телу, слизью каковы иногда с кровью, то на сегодняшний день есть интереснейшая публикация, что 70% запоров у детей старшего возраста связаны с пищевой аллергией. Поэтому попробуйте, уберите молочко на 3 месяца, и если у него запор пройдет, вы попали в точку. К вам придет иногда благодарная мамаша, сказала, я всю жизнь страдала запорами, я села на такую же диету, и, наконец-то, впервые в жизни у меня есть стул. Что касается деток старшего возраста, то алиментарная причина, как привыкли ему все тереть, да, протертый, так и труд. Дискинетический, то есть надо всегда обследовать, а нет ли у него патологии наверху, то есть гастрит, да, в том числе хеликобактерный, возникает гипероцидность, задержка эвакуации, отсюда запор, дисфункция билярного тракта имеет значение и так далее. То есть патология сверху. Психогенные, которые мы с вами обсуждали, условно-рефлекторные, прием лекарств некоторых, гиподинамия, понятно, тоже фактор. Ну и, конечно, начинают всегда с образования, с образовательной работы родителя с детьми, и всегда мы должны понимать, что ни одно слабительное, которое мы с вами дадим, оно не повлияет на тот кал, который находится в кишке. Вот те камни, которые вы пальпируете по ходу толстой кишки, они никогда не растворятся ни одним слабительным. То есть начинать лечение надо с простой эвакуации. Для этого делается очистительная клизма холодной водой 18 градусов, а дальше можно сделать вечером, часа за три до сна, а потом уже, когда у него выйдет какая-то часть стула, на ночь ввести тёплое масло. Тёплое масло можно ввести через резиновый катетер, дозированно там приблизительно от 25 до 50 мл тёплого масла, только надо проверить по руке, потому что масло тёплоёмкое, оно может нанести ожог кишки. То есть в начале и к утру иногда выйдет абсолютно вот эти камни, которые длительное время находили, либо это процедура, можно её сделать несколько раз, облегчит выход этих камней. Ну вот, чтобы чуть-чуть вас развлечь, клизма, к сожалению, во многими родителями используется постоянно. Каждый день он использует клизму. Либо клизма микролакс, которая не должна использоваться каждый день. Клизма – это средство скорой помощи. Поэтому вы видите, что в XVIII веке клизмы использовали были разные, не только слабительные, тонизирующие, возбуждающие, наркотические, ослабляющие. Да чего там только какую дрянь не вводили. Посмотрите, телячья копыта и плоть, стружку оленьих рогов и так далее. Ну и если мы посмотрим тоже из исторического аспекта в хорошую клизму, видите, сливочное масло, оливковое масло, ну и здесь есть, да. Ну а дальше ещё баранье сало, измельчённое в пинте молоко, которое тоже использовали при дизентерии. Ну, не было средств, поэтому пытались найти. Хотя навоз, который использовали для лечения дизентерии, верблюжий навоз, действительно, в 1941 году, когда была вспышка дизентерии как со стороны немцев, так и со стороны россиян, у меня отец воевал, он, говорят, чуть не умер от дизентерии в 1941 году, то использовали вытяжку из навоза верблюдов. Коллеги, конечно, мы стараемся проводить образовательную работу, но не на таком уже нижайшем уровне, как здесь, поэтому, но тем не менее, образовательно, и появились у нас и книжечки для детей, путешествия какашечки, да, поэтому, тем не менее, работа эта проводится. Теперь, поэтому очень важно обучение родителей, ну, вот из письма Ван Ден Пласа, который он прислал, он говорит о том, что смеси нельзя разводить на минеральных водах, я всегда радуюсь, что наши врачи до этого не дошли, поэтому минеральные воды мы используем просто как лечебное средство, и в этом плане донат магния 3-5 мл на килограмм массы – это разработка нашей кафедры на приём. Но Ван Ден Плас пишет о том, что некоторые соки могут оказать положительный эффект, хотя здесь надо остерегаться прежде всего яблочного сока, потому что на сегодняшний день это достаточно злостный аллерген. Водный режим надо не забывать обязательно, поэтому он должен быть достаточный, и частая причина запоров – именно несоблюдение водного режима. Что касается пробиотиков, то на сегодняшний день многие пробиотики не работают, в основном речь идёт о мультиштамовых, мультивидовых, которые целым большим таким оркестром, да, могут раздражать кишку, и за счёт этого есть данные о том, что они регулируют моторику. К сожалению, многие препараты рекомендуются популярным в нашей стране доктором Комаровским. Видите, что он нам рекомендует? Касторовое, миндальное, оливковое, вазелиновое масла вообще запрещены, тем более касторка. И мягкий слабительный, содержащий сено, да, он тоже нам рекомендует. На самом деле сено запрещено даже в США из-за риска коваректального рака. Препараты такие, как пикосульфат, который у нас рекламируется, сняты с производства в США в Канаде и в Италии, как препараты, которые способствуют развитию инвагинации. Поэтому их тоже не надо использовать. Препараты балластные вызывают как бы вздутие живота, поэтому их тоже не рекомендуем. Что касается масла, то масла запрещены, особенно лёжа, поскольку риск пневмонии, ну и, в общем-то, они вызывают малеабсорбцию. Поэтому, если посмотреть на доказательность, то в основном либо полиэтиленгликоль, либо невсасывающийся дисахариды. И те, и другие обладают осматическим действием. Поэтому препараты полиэтиленгликоли разрешены с 6 месяцев. Можно официально 3, если следование до 6 месяцев непрерывно и немножко играть с дозами в плане уменьшения. Препараты лактулоза используются. Вы знаете, что от них при больших дозах бывает вздутие живота, поэтому можно давать долго, стимулятор роста своей флоры и дозы подбирать медленно. Ну и если сравнивать препараты осматические лактулоза с лактитолом, то наибольший интерес вызывают препараты слабительные на основе лактитола, потому что они стимулируют рост своей собственной флоры, а все это реализуется через масляную кислоту. Поэтому в этом плане лактитол более интересный. Ну и я хотела бы обратить ваше внимание, что все препараты осматического действия имеют очень хорошую доказательную базу, и лактитол имеет метаанализ, в котором вошли 664 пациента. Конечно, мы любим препарат тремибутин, регулятор универсальной моторики, особенно при наличии овечьего стула мы его назначаем, потому что там, где спазмировано, он снимает спазм, там, где расслаблена кишка, он ее стимулирует. Ну и на сегодняшний день препаратам спазмолитические, прокинетические и местно-анестетический эффект есть у тремибутина. В комплексной терапии с запорами нередко включаются желчегонные препараты. И первым показанием для назначения желчегонных препаратов является наличие измененной окраски стула. Поэтому первый вопрос, который мы задаем, каков цвет стула, либо мы видим в анализе, либо мама сейчас фотографии модно врачу присылать в качестве подарка в телефон. Сегодня я получила все какашки окровавленные. Ну, пока я ехала в космос сделать доклад, мама пишет мне из другого города. Ну, я первое, что пишу, сделаю те, те, те исследования. Она мне в ответ, мы вообще из Липецка, да, я говорю, запишите с Клавровой на УЗИ кишки. Мы вообще-то из Липецка, делать анализ я не буду. Но как я буду лечить человека в Липецке? Она мне посылает весь кал окровавленный. Мы сдавали анализы подобные на 5 тысяч рублей месяц назад. Ну, за месяц, все, что могло. Чем я и могу помочь с ее какашками, всеми окровавленными? Кроме, как сказать, ложить в больницу. Так вот, уважаемые коллеги, мы осматриваем цвет стула, пестрый стул, светлый стул, да. Это первое показание, что есть клинические проявления дисфункции билярного тракта. Поэтому дальше у нас следует дежурное исследование ультразвук, да. Мы посмотрим с вами форму желчного пузыря, есть ли у него увеличение его объема, наличие внешних признаков гипотонии, а также обычно рекомендуется пробы желчегонным завтраком. Исследование, которое провела Фаина Изадуст под руководством, это была кандидатская диссертация под руководством Михаила Ивановича Пыкова и моей, мы получили все вместе патент на изобретение и предложили в качестве три желчегонных завтрака, она изучала, сырой желток, ну, вы знаете, всегда назначение желтка чревато, а вдруг будут сальмонеллесы, ты будешь виноват. Оказалось, что минеральная любимая нами вода, которая назначалась донат магний в объеме 5 мл на килограмм, она действовала неадекватно и вызывала очень чрезмерный выброс желчи. А вот хофитол оказывал четко дозированный эффект и был абсолютно сравнимо с желтком, хотя желтки тоже бывают разные, да, они бывают маленькие и большие. Поэтому мы получили патент на изобретение за изобретение нового желчегонного завтрака. Детям до 12 лет назначается хофитол в объеме 3 мл, и после 12 лет 5 мл. Но поскольку, к сожалению, его сыны не там, и они не имеют наш ультразвуковой кабинет этого завтрака, да, то можно носить с собой, все равно вы назначите, потому что единственным самым мощным холекинетиком, который сокращает желчный пузырь, который выбрасывает желчь, является препарат хофитол, и дальше они его забьют. Ну вот в данном случае, видите, здесь донат магний вызывал неадекватный выбор желчи, поэтому в качестве желчегонного завтрака его использовать нельзя. У нас в нашем по-старому гастроотделении был у нас прекрасный препарат, который был полиграф, и моя аспирантка Светлана Шишкина проводила исследование у детей с запорами, она проводила аноректальную манометрию, дети основной группы, дети контрольную, которые основная группа получала хофитол. То есть дети эти были с запорами, с признаками дисфункции бильярдного тракта. Ну и было показано, то есть использовали хофитол, да, из расчета, это обычно в 12 лет 3 мл, после 12 лет 5 мл. Эта группа получала плацебо, поэтому было видно, что к 14 дню дети основной группы, то есть у них исчезли боли в животе существенно, боли при пальпации, да, тошнота уменьшила, снижение аппетита, и запоры из 100% были только у 12 детей по сравнению с контролем, где такой разницы не было. Мы же проводили очень интересное исследование, пытаясь доказать, что препарат хофитол влияет на активность перекисного окисления липидов, то есть уменьшаются дети с основной группой, вот до лечения, да, это норма, малоновый диальдегид, вторичный продукт перекисного окисления, ну и после лечения были показаны о том, что уменьшается уровень малонового диальдегида в крови, ну там, где было плацебо, этого не было. Поэтому нами были показаны антиоксидантные свойства, то есть влияние на образование продуктов перекисного и на антиокислительно-активность сыворотки крови по динамике каталаза. Вы видите, она возрастала там, где не было, там и не было этой динамики. Ну и общая антиокислительно-активность сыворотки крови, она тоже росла. Поэтому на сегодняшний день препарат хофитол может быть включен не только в качестве желчегонного завтрака, как мощный холикинетик при дисфункциях билярного тракта, который проявляется не только в виде гипермоторной дискинезии, можно использовать при дисхолии, то есть это реальный препарат, который самый мощный холикинетик. Ну и что касается очень важного этих больных с запорами, вырабатывать рефлекс на дефекацию, то есть в самый момент лечения их обязательно сажать на горшок, в идеале утром вести дневник стула, контроль для доктора, ну и вырабатывать дефекацию, потому что когда-то мы препараты всё равно должны отменить, а эффект должен сохраниться. Поэтому там, где ребёнок боится горшка, то вначале используется свечка, ребёнок быстро соображает, что лучше ходить в туалет на фоне лечения без свечки, поэтому первая убирает свечка, некоторое время остаётся слабительно, потом она убирается, всегда остаётся вода, завтрак и туалет. Можно оставлять на длительный срок, только утром воду донат магний. Ну и такое согласительное есть мнение учёных о том, что не надо каждого ребёнка пытаться приучить его к горшку до полутора лет. То есть есть дети индивидуумы быстро соображают, и мама, которая не ленится, да? Если ребёнок туговато соображается, то до полутора лет его мучить этим не надо. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.